Приветствую вас, Дмитрий. Проблема, в общем-то, вся та же, что и была раньше, когда я отвечал вам на один из предыдущих вопросов, которые вы задавали. Проблема связана с тем, в основном, что вы не уверены в себе и что у вас достаточно много серьезных внутренних противоречий, которые нужно разрешить, разрешить нужно в формате консультации со специалистом. Вот, ничего вы, на мой взгляд, не делаете, по крайней мере, если ко мне вы не обращались точно, вот, и, соответственно, это поражает те проблемы, которые вы описываете. На самом деле, основная ваша деструктивная, так сказать, тенденция заключается в том, что вы пытаетесь понять девушку, вместо того, чтобы разобраться в себе и вместо того, чтобы ориентироваться на себя. Вот это вот, ну, наверное, это является одним из ключевых моментов, потому что, дело в том, что девушка, она, может быть, ведет себя странно, но она ведет себя так, как ведет. Да, то есть она, ну, по-другому вести себя, на мой взгляд, ну, не может объективно, да, потому что она вот такая, какая она есть. И, да, у нее есть, конечно же, определенного рода противоречия, у нее есть, безусловно, определенного рода проблемы, но это нормально. То есть нормально, что у девушки есть противоречия, в смысле, на девушку. Вот. Вы же пытаетесь ее понять вместо того, чтобы, вместо того, чтобы понять себя. Вот. И понятно то, что в основе, в основе всей вашей ситуации, которую вы описываете, лишить тяга к ней. То есть вы испытываете к ней тягу, вот, к девушке, вы просто испытываете к ней тягу. И все. И эта тяга, то, что вы к ней испытываете, и является основной для вас проблемой. Потому что она, я имею ввиду девушка, стала вам слишком сильно важной. Вы сказали, что вы открылись ей так, как никому. Вот. То есть, возможно, она стала, по сути, зеркалом, ну, вашей. То есть, вы так вот ее восприняли, да, как зеркало. Вот. То есть, чтобы открыться сами по себе, вы открываетесь тяжело. Вот. Людям доверяете вы, возможно, тоже здесь тяжело. Вот. А вот книги, как бы, открылись. И вот этот момент, то, что она для вас значится, он является ключевым. По сути. Вот. И, собственно, вот то, что вы все время хотите ее написать, ни о чем другом не можете думать, это вы описываете здесь механизм навязчивости. Вот. И, соответственно, если это механизм навязчивости, то в основе механизма навязчивости, в основе навязчивости лежат определенные чувства, лежат определенные желания. Эти определенные чувства и определенные желания, они важны. То есть, они, ну, они напрямую связаны с вам. И работать вам нужно над тем, почему, вот, почему девушка стала для вас такой важной. Это очень, это первостепенная задача. Для вас. Это первостепенная задача. Это вот первостепенная, то, что, то, что вам, на что вам необходимо обратить внимание свое. Вот. А в остальном, в остальном, я полагаю, что девочка просто использовала ваши хорошие отношения к себе. Вот. Но вы для нее никогда не были на первом месте. И, связана эта неприятная ситуация с тем, что вы, вот, к себе относились, ну, видимо, вот так вот, что позволяли ей так вести, ну, с, ей с вами. Вот. Вот. То есть, это очень неприятная, очень неприятная тоже история. Вот. Но здесь, если бы вы сразу обозначили личные границы, да, если бы вы сразу донесли до нее, что, вот, ну, что, так со мной можно. Например, а, так со мной нельзя, вот, если бы сразу вы обозначили это, то, ситуация, возможно, складывалась бы гораздо лучше. Вот. А, так, девочка просто поняла, что она, не знаю, для вас много значит, что вы не готовы от нее отказываться, вот, что вы терпите, терпите ее такое отношение к себе. Вот. И, соответственно, она этим пользовалась. А ее противоречия, которые она говорит, ну, выглядит, конечно, надуманными. Вот. А вы пишите, что вам неприятно, очень было, вы пишите, что, вот, вам было прям ужасно, вы, вы, ну, ну, вы это пишите. А, вот, я вас прекрасно, вот, совершенно прекрасно понимаю, вот, любой человек на вашем месте испытывал бы примерно то же самое. Вот. Вот. Но только заключается в том, что вы, вы практически ничего не делали для того, чтобы, ну, чтобы ситуация изменилась. Вот. Такая вот история. То есть, опять же, когда она вам мягко отказала, ну, в принципе, все было понятно. А, дружба, как бы, дружбу, люди понимают очень по-разному, вот, и тут, тут, никогда не угадать, никогда не угадаешь, вот, как вообще, как, как вообще, дружба понимает, вот, там, не знаю, допустим, ну, тот или иной. Человек, да. То есть, вот, что дружба, там, например, для вас, да, вот, как вы дружбу понимаете, и как понимает дружбу она, да, ну, это две, две разные вещи. Вот. Опять же, дружба очень часто обесценивается, ну, именно между мужчиной и женщиной, самое что, ее используют, как такой, по сути-то, делал запасной вариант, да, вот. И вполне возможно, что девочка просто не верит вам, например, не верит в то, что вы действительно готовы дружить. То есть, опять же, подчиняясь ряду стереотипов, которые существуют, вот. Так что, если вы согласились на дружбу с ней, допустим, то речь идет исключительно о том, готовы ли вы, готовы ли вы, именно вы готовы ли, принять, именно принять, то, что она вам, ну, что-то она вам дает. Вот. То есть, необязательно, на самом-то деле, принимать это. Вот. Ну, необязательно принимать. Абсолютно необязательно принимать что-то, если вам, ну, что-то не нравится, к примеру. Вот. Но, если вы, если вы, ну, вот, действительно, реально соглашаетесь на дружбу, да, то, что имеет смысл принять именно то, что человек предлагает, а не то, что, к примеру, хочется вам, и не то, что вы считаете, там, нужным, важным и так далее. Там, если дружба строит все-таки два человека. Вот. Я вам, Дмитрий, отвечал на вопрос, и это ваш не первый вопрос. Вот. Вы не первый раз описываете некоторые проблемы с построением отношений с девочками. Вот. Мне кажется, что девочки для вас стали как-то чересчур важными. Вот. Я бы смотрел в сторону снижения их значимости для вас. То есть, речь не идёт сейчас о, допустим, сексе, да, если вы хотите, секс, это совсем другая история. Вот. Но я бы, я бы, вот, обратил внимание на это, потому что не первый раз вы уже задаёте такой вопрос. Вот. Вот. Значит, что касается вашего, вот, текста, я бы не сказал, что в нём прямо много воды. Я бы сказал, что это просто описывание каких-то фактов, но дело здесь не в фактах, а дело здесь именно в отношениях. Да, просто в чувства. А вот чувства, чувства вы как раз как раз таки не описываете. Вы не описываете чувства свои, блин, например. Вы не описываете, допустим, чувства девочкой, но это понятно, вы можете просто не знать, что она чувствует. Вот. То есть, для психолога вот эта история, которую вы описали, она не имеет такого, знаете, такого большого значения, потому что есть нечего анализировать. То есть, по сути, вы проявляете себя как лицо, через лицо чересчур, через чур заинтересованное в отношениях, по сути. По сути, вы проявляете себя именно как лицо, через чур чрезмерно заинтересованное в отношениях. И мне кажется важным раскрыть этот момент, мне кажется важным. Другой вопрос, хотите ли вы этого и интересует, интересует ли вас этот момент, если интересует, то можно будет в этом направлении поработать, если нет, значит в таком случае есть большая вероятность, что вы свою проблему не решите. Вот примерно так, я думаю можно ответить вам на ваш вопрос, если вам понравился он, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего, я желаю вам всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ваша ситуация успешно разрешится, вы все-таки найдете возможность поработать именно с собой, а не решать каждый раз проблему взаимодействия с девушками. Удачи вам! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...